Сижу, пью кофе, пауза, вот в таком вот заведении возле дома. И почему я здесь сижу? Сижу я здесь перед процедурой. Мне однозначно на час, сейчас 12.30, я вышла немножко раньше, поэтому я возле дома нашла кафешку и решила попить кофе. Как вы думаете, какая процедура меня ждёт? Давайте писать в комментарии своё мнение, свои варианты, а я пока пью кофе и буду двигаться в нужном направлении, там, где меня ждут. Всё, я уже допила свой кофе. Кстати, был осень вкусный, потому что я постоянно, когда пью кофе, мне после него делается максимально плохо, меня начинает тошнить, у меня начинает болеть голова, кружится. В общем, я себя очень сильно плохо чувствую после кофе, а это кофе прям такое лёгенькое, очень вкусное. Ребята, моя процедура будет проходить вот в этом здании. Смельянские, возможно, уже даже догадались, куда я иду. Так, второй этаж нам нужен. Идём вместе с вами. А вот мы и пришли перманент. Я думаю, уже все догадались, что буду делать. Да, это перманент губ, поэтому заходим. Короче, да, ходила я на перманент. Я должна была делать перманент губ, но мне не захотели его делать. Она даже... Нет, не так. Мне точно не захотели его делать. Мне обвели губы консилером, потому что перед началом процедуры тебе обводят форму, потом показывают тебе, если тебя всё устраивает, то делают. И она мне ввела консилером губы. И у меня, блин, кривой рот. Да, у меня кривой рот. Короче, из-за чего так случилось? У меня всю жизнь, ну, получается, вот эта сторона губы, она выше, а вот эта ниже. Вот. И когда мне делали увеличение в обчеркассах, у меня всё равно получилось так, что эта сторона была выше, а эта сторона была ниже. Фух. И я пришла на перманент, она меня обвела, и получается, что у меня очень большая симметрия, и не получится сделать перманент губ. Я зачем шла на перманент губ? Я очень сильно хотела чёткий контур губ. Не сам цвет губ, а чёткий контур. Я, блин, очень давно мечтала об этой процедуре, об этом чётком контуре, но Влада, девочка, которая делает перманент, она сказала, что в моём случае получится сделать просто губы без контура. То есть, такие более нежные губы. Я так не хотела. Я целенаправленно шла на процедуру, чтобы мне сделали красивый, чёткий контур. Влада сказала, что, блин, если сделать чёткий контур, то асимметрия в два раза будет чётче вина и будет некрасиво. Короче, ну, я очень сильно расстроилась, потому что я давно хотела эту процедуру, и я знала, что у меня асимметрия и думала, что я пойду на этот перманент и мне там её немножко подправят. И Влада сказала, что, возможно, даже увеличение губ не исправит мне эту асимметрию, что мне нужно идти к косметологу и спрашивать у косметолога, получится поднять мою губу одну сторону или нет. Яна тоже не знает, получится эту косметолог сделать или нет. Короче, суть какая? Суть такая, что я криворота, и моя судьба теперь по жизни ходить, блин, с некрасивым кривым ротом. Ротом, ртом. Уже и слова все забыла. Ну, короче, это как-то так. поэтому я сижу здесь на холодных ступенчиках, вам это все рассказываю и сейчас пойду домой. Короче, мне по жизни везет. То у меня брови разные, то губы увеличивают, и они у меня, блин, одна в одну сторону, другая в другую. теперь перманент нельзя сделать. Короче, все то, что я хочу, никогда не получается. Хотела длинные волосы, сужие нет. Мне сказали, что у меня максимально испорченные волосы, мне нужно их обрезать. Сижу с корой. Хотела белые волосы, не получается. У меня очень испорченные волосы, сложная покраска, и не получается сделать белые волосы. Сижу желтыми. Хотела губы, блин, увеличение губ, красивый рот, блин, все равно рот кривый. Хотела перманент губ, нет, не получила перманент губ. Фух. Хотела даже себе сделать сраный кератин на волосы, нет, девочка сказала, что мне нельзя делать кератин, мне надо сначала восстанавливать додороги волос, раза три делать холодное восстановление волос, и только потом можно делать кератин. короче, как бы так, сижу я заплаканная, не хочется ни домой идти, не знаю, что делать, ну, короче, это очень грустно, потому что я, потому что мне так долго это хотелось, я, блин, записалась за месяц, уже была записана, я сидела, днями, ночами сдала этот день, чтобы сделать этот странный перманент. Теперь ищу смеля косметолога, который, я не знаю, сможет что-то исправить мои губы, не сможет. Короче, Ника без перманента, вот так. Иду в деликат, куплю себе дудку. новую решила. Я очень сильно расстроилась и решила себя, так, не знаю, успокоить, порадовать, возможно. В общем, я пришла домой, Женя обо всем рассказала, долго плакала, не могу дома находиться, решила пройтись к деликату, сейчас подышу, успокоюсь и сама себя порадую, куплю себе дудку. Купила себе вот такую дудку банан-лед. Вот так упаковка выглядит. Вот так сама дудочка, желто-беленькая. Так, сейчас попробуем при вас. Вот такая вот дудочка красивая. Вкусная. И, кстати, она такая сладенькая. Я не люблю сладкие, но она приятно сладкая. Мне нравится. У меня нету настроения, у Жени там тоже кое-что не получается, Женя без настроения, поэтому я решила поднять себе настроение с Женей. Иду в Атлантиду, закажу две пиццы. Женя любит сырную пиццу, а я люблю оборок. Закажу сейчас две пиццы и пойду домой. Возможно, еще постримлю, потому что девочки мои постоянно просят, чтобы я почаще заходила в стрим. И, кстати, когда я захожу в стрим, у меня улучшается намного настроение, потому что вы пишете всякие комплименты, поддерживаете меня, успокаиваете, заботитесь, переживаете. Короче, девочки мои любимые, вы не то, что подписчики, вы просто мои, моя братва, моя родня, мои сестры. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку. Я знаю, что я не одна, потому что у меня есть стивы, а вы это просто просто. Так, все, я заказала две пиццы, амор и мио себе и четыре сыра Женя. сижу жду. Мне сказали минут пятнадцать и все будет готово. Так, все, я уже забрала две пиццы и иду домой радовать своего самого любимого Женю. Сейчас будем смотреть его реакцию. Ожидает он, что я приду с такой вкусняшкой или он думает, что только он мне может вкусняшки. Пиццу купила. Давай будешь угадывать, где какая. Пошли. Где какая? Да, ты же Ванга. Ты всегда знаешь, где какая. А это Женя кушал блинчики с торгом. Так, сейчас посмотрим, где какая. Я не знаю, честно. Где какая, но Женя всегда угадывает, где его, а где моя. Давай. Где я знаю, угадывай. Твоя, где моя. Какие вкусы, не надо знать, какие вкусы. Твоя сырная, то, ты любишь. Моя сырная. Быстрее. Не нюхать, а угадывать. Быстрее. Ну пусть будет сырная. Да быстрее, ты сейчас просто нюхаешь. Вот сырная. Вот это? Да. Так. Блин, зараза. Ну ты хрикиня. Что бы нюх я кулачарка. вообще я не знаю чего. Женя она сырная, а моя море не мил, потому что я сырную не ем, а Женя не любит мою. чуйка. Охренеть. Я прям сейчас хочу доводиться. Спасибо большое.